Всем привет! Так как у нас недавно сделала трансляция, которую я все-таки хотела устроить, я решила сделать изменительное видео, и я скинула ссылку на пост в группе, в которой я писала предложение, где вы могли бы мне задать вопрос по программе ММД. Так как у нас вышло всего одного вопроса. Это первый вопрос, как сделать в модели светящиеся глаза, и как к модели прикрепить аксессуар. Сразу скажу, все это сделать можно в ММД, не переключаясь на ПМД, хотя некоторые говорят то, что нужно делать. Лично я знаю два способа, как это все сделать. Сейчас я вам покажу все конкретно. Начнем с глаз. Как нам это сделать? Как сделать в модели светящиеся глаза? Вначале берем вот в модели, чтобы мы могли видеть красиво смотрелось. Что нам нужно? Нам нужно переключиться на вкладку камера. Дальше во вкладке камера мы выбираем манипуляции с аксессуарами. Загружаем и выбираем Object Luminous. Вы должны его будете там найти для себя, потому что он сразу у вас не найдется. Загружаете Object Luminous и у нас ничего не происходит. Не спешите огорчаться и говорить, что вы рукожоп и делаете все неправильно. Нам еще не закончили загружать этот эффект, продолжим дальше. Что нам нужно сделать далее? Нужно загрузить в MME эффект карту эффектов. Загружаете ее и находите нашу модель. Вот она наша модель. Нажимаете правой кнопкой мыши и выбираете Subset Extract. Дальше. В этих файлах мы должны будем найти наши глаза. Не ресницы, не вот эти вот блески, а вот именно сам глаз. Это может быть даже зрачок. Это может быть и отдельный глаз. Тут уже зависит как и тексту. Последствием переключения каждой функции мы сейчас будем смотреть, где же находятся наши глаза. Наши глаза находятся под номером 5. Мы выделяем их. Дальше. Мы переходим в вкладку Oil Emeter, которая у нас загрузилась вместе с эффектом Object Luminous. Мы нажимаем и видим, что наш Subset номер 5 выделился также в следующей вкладке. И что мы делаем дальше? Все просто. Мы нажимаем Remove Effect. Нажимаем Apply и OK. Но нам не нравится, как у нас построено освещение на этом глазу. Чтобы нам дать освещение, нам нужно сделать яркость и сделать четкость. Яркость мы ставим, допустим, на 0.5. На 0.5 ставим и здесь ставим на 0.30, допустим. Вы можете поставить любое другое значение, какое хотите. Это уже дело вашей фантазии. Вот мы поставили с вами в тяжести глаза. Не забудьте зарегистрировать именно вот эти значения. Если вы не зарегистрироваете в следующем кадре, у вас будет этот эффект, но уже будет со стандартными значениями. Дальше. Второй вопрос. Как прикрепить к модели аксессуар? Если вы не умеете пользоваться PMD программой или PMD Editor, PMD или PMX Editor, вы можете спокойно сделать это в MMD. В данном случае я вам сейчас покажу, как загружать модель, точнее, как загружать аксессуар и покупать его к модели. Ну, здесь все просто, лично для меня. Сейчас мы посмотрим как. Да, здесь все просто. То есть, вот смотрите, значение. Есть два типа аксессуара, которые загружаются как модель, то есть в этой иконочке и загружаются как аксессуар. Давайте мы загрузим с вами к примеру, который у нас загружается как модель. Думаю, как аксессуар, это крепить вообще очень легко. То есть, здесь нам нужно выбрать вот наш, туда, хипстер Гакупа. И здесь нужно выбрать определенную кость. Чтобы нам прикрепить, мы сначала нажмем на Гакупа, выберем его. И выберем нашу определенную кость, к которой мы будем крепить наши крылья. В данном случае это эта косточка, да? Она у нас под номером 024. Все, больше нам кости не нужны. Нам нужно запомнить эту кость. Дальше мы загружаем крылья. Крылья у меня будут вот такие. Есть крылья с физикой, есть крылья без физики. Ну, мы включим пока крылья без физики. Наши крылышки. Что же нам нужно сделать, чтобы они были прикреплены не к ногам, а вот именно к той кости, которую мы с вами выбирали. Так как у нас крылья загружаются как модель, сделать это очень легко. Мы нажимаем на данную кнопочку OPEN называется. Мы ее перетаскиваем. И здесь видим настройки. Здесь мы выбираем кость. Эту кость мы не трогаем. Кость это главная кость, которая у нас находится на аксессуаре. Здесь мы вообще не должны трогать. Целевая кость мы выбираем нашу модель. Это да, гипстерка. Выбрали. И целевая кость самой модели мы должны выбрать эту кость, которую мы с вами выбирали. Она у нас была под номером 024. Нажимаем регистр. Закрываем. И наши кулочки на месте. Но нам не нравится, как они расположены. Допустим, слишком глубоко сошли в эту кость. Они прикрепились именно к кости, то есть внутри. Чтобы это нам убрать, мы должны также нажать сюда. И здесь мы должны немножко редактировать значения наши. Здесь уже редактируйте на свое усмотрение. Если вы не хотите мучиться с этим, я сейчас не знаю, получится у меня или нет. В прошлый раз получалось. Давайте посмотрим, да. Вот примерно вот так. Ну или наши. Нажимаем здесь регистр. Структуру регистра. И посмотрим, как у нас будет двигаться наша модель. Будут ли крылья двигаться вместе с моделью. Потому что было такое то, что мы закупили модель, а крылья могут не двигаться. Мы выберем нашу гагуба. И вот, ну да, допустим, вот этот косточка. Мы сейчас будем этот кост двигать так, как захотим. Будем смотреть двигатель на наши крылья. Как видите, двигаются. То есть вперед, назад, лево, вправо. Все отлично двигается. Давайте попробуем поставить какой-нибудь моушен. Любой моушен. Ну давайте только. Мистер Саксабит это у нас такой динамичный моушен. И мы будем смотреть, как двигаться наши крылья. Будут ли они двигаться вместе с моделью. В данном случае, как вы видите, да, они двигаются. То есть это самый простой способ, как закрепить к модели R4. Я надеюсь, что я вам помогла. Всем спасибо за внимание. До скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok